здравствуйте дорогие друзья хочу с вами поделиться новостью пришлась типографии согласно заказов те которые мне перечисляли деньги вот четвертая уже книга как я уже рассказывал неоднократно полиграфия везде хорошая одинаково эта книга полностью вся посвящена инструменту и даббингу как работать с инструментом как изготавливать даббинг как вычесать как начесать из чего и более подробно описано и рассказано какие животные желательно нам использовать а каких обходить и допустим всеми так любимый даббинг из котика или же допустим белого медведя или еще там каких-либо экзотических животных посума или о посума все это можно заменить на тот мех который имеется в нашем регионе особенно конечно это повезло сибирякам потому что у них пушного зверька больше чем в каком-либо другом регионе более подробно рассказано о дополнительных инструментах какие есть magic tool показан полностью вместе с авторскими его разработками и авторским свидетельством описано вот как вы видите шиншилла полностью животные определенные какие нужны какие не нужны какие хорошие какие для каких и понятное дело в каждом разделе когда мы заканчиваем я изготавливаю мушки за основу я взял самый такой ходово распространенный мех это лисы и как говорится с подшерстка мы изготавливали здесь определенные в книге нимфы ну и дальше полностью показано из чего можно изготовить даббинг то есть показано пряжа всевозможная которую можно брать пряжа для валяния и что самое самое такое я считаю что я обещал и выполнил и чем я очень доволен это показаны и описаны очень очень подробно разные методы покраски меха как его правильно окрасить какими красителями какими можно какими нельзя какие вы моются но быстрее как говорится мушка сдохнет чем вы моется краска поэтому я вот всю книгу не буду вам переворачивать и показывать ну естественно у меня в книге в конце я для вас друзья сделал отдельную рубрику это где вы делитесь своими советами впечатлениями пожеланиями с вашими фотографиями поэтому вот у меня в книге имеются все фотографии кого я счел нужным из друзей поместить ну и кто как говорится дал свое разрешение поэтому книга достаточно объемная она с каждой с каждой с каждой книжечкой если вот сравнивать у нас допустим первую книгу и эту то она значительно у нас как вы видите жирнее повторю еще раз помимо того что делаю анонс четвертой книги первая книга она посвящена полностью как ловить на искусственные приманки практически это независимая книга которую можно использовать без связки для своего личного пользования то есть поплавочники или же допустим кто донкой ловит или грузовой оснасткой как балда или на спине нам на тирольскую палочку спокойно можно ознакомиться вот все что здесь есть и ловить на эти приманки вторая книга путь в нахлыст здесь подробно описаны все экипировка и то что нужно для рыбалки нахлыстом значит удилище строй класс шнуры одежда жилетки катушки и егор бабич повторяю в этой книжке разместил свою личную статью я ее поместил это как вы научиться забросом в домашних условиях и подробно мною выложена рассекреченная информация если так можно сказать как изготавливать плетеные подлески не крученая а именно плетеные там показан расчет графики все то есть практически все 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 будет вам понятно ну и понятное дело здесь оказаны показаны разные плав средства в том числе и не плав средства такие как плотик поэтому достаточно познавательно но и понятное дело здесь также как ловить какую рыбу и определенные хитрости секреты в каждой книжке это все есть то есть фильмах вы это не увидите вторая книга тоже идет отдельно значит многие задавали вопрос и просили я выполняю просьбу и третья книга по счету но первая из серии мушки из подушки вот что первая первая книга что вторая книга из этой серии они абсолютно одинаковая как по полиграфии как по качеству так и по всему остальному что здесь стоит отметить она идет будет идти многотом ником 1 к не 1 вот здесь на корешочки и написано мушки из подушки том первые инструменты ну и понятное дело что я автор здесь если вы обратите внимание здесь написано точно так же мушки из подушки том 2 но уже материалы даббинг чем отличается обложке вроде бы лицевая сторона одинаково только тыльной стороной как вы видите здесь у нас инструмент а здесь у нас уже даббинг пятая книга будет такая же по качеству выпущена как и эти две это уже будет третий том из серии мушки из подушки где я буду описывать перо вернее уже описываю перо какое перо откуда куда и для каких мушек она нужно и чем можно заменить и вообще какое есть перо в природе и стоит ли с ним связываться или лучше воспользоваться в изготовлении мушки чем-либо другим вот первый том мушки из подушки который посвящен инструменту значит здесь процентов 60 но я посвятил только лишь выбору описанию тисков какие они есть из какое отличие какая конструкция какие хорошие какие плохие это мое личное мнение поэтому я несу за это ответственность то есть я практик за свои более чем 10 лет которые я провел за вязальным станком и на рыбалках на всевозможных походных конструкциях я вправе уже говорить о том что хорошее что плохое тем более уже достаточное количество этих тисков прошло через мои руки в том числе и самодельных как вы видите вот больше чем пол книги это все посвящено тискам приспособлениям дальше идут описаны все 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 приспособления вот какие я только мог собрать которые помогают и облегчают нам работу как вот здесь показано в частности на страничке бороть побороться со всеми люфтами которые у нас имеется за счет гроверной шайбы ну и достаточно много других секретов которые есть книги озвучивать я их не буду в том числе и съемка микро микроскопом юсбшным электронным то есть показано все вот и толщина и зубчики инструмент все что нам нужно плюс к тому же как вы вот видите я с разрешения автора поместил часть фотографий как изготавливать из чешуек знаменитую сибирскую грузовую мушку и описал несколько способов как можно обойти но и опять же здесь также часть ваших фотографий ваши рабочие места и ваши отзывы в четвертой книжке более подробно я уже все рассказал значит все то же самое страниц несколько больше чем предыдущих потому что как с каждой в каждой книге новой все мне недостаточно места для описания друзья ставлю вас в известность и без обиды больше чем 10-15 книжек в день отправить я не смогу но 20 потому что на почте при оформлении сами понимаете сколько забирает выписка всех этих квитанций сейчас я буду отправлять по дальнему очень дальнему зарубежью потом перейду на ближние зарубежья это будем говорить так россия прибалтика и понятное дело украина и в частности харьков это уже по месту по звонкам или же по сообщениям я буду вам отправлять в анонсе этого фильма я укажу адрес электронной почты новый так как у нас одноклассники и контакты закрыты поэтому прошу вас писать на новую почту так как яндекс у меня и периодически глючит и я на свою почту которая уже больше 25 лет яндекс руя зайти не всегда могу поэтому кому удобно неудобно пожалуйста пишите на почту вот и все друзья мои благодарю вас за внимание до скорых встреч